Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, и сегодня у нас будет достаточно насыщенный ролик, и это не ГТАРП. Видите ли, мне наконец-то пришла пачка ответов на депутатские запросы, и их тут просто дох... Но самое главное, здесь целых четыре, как бы так сказать, звёздных запроса. Три из них я положил в конец, один в самое начало, это самое актуальное, единственный запрос, на который ещё нет ответа, по поводу ТикТок Хаоса Лимонад. Я уж не знаю почему, но может из-за ролика Юлика и Антона, но масса людей начала писать мне, чтобы я посмотрел расследование Пушки и что-то с этим сделал. Вот, собственно, что-то попробовали сделать. Так что не переключайтесь, прямо сейчас приступим к интенсивному квасному разбору. Начнём сразу с ТикТока. Ну, я думаю, здесь всё понятно. Через моего помощника на общественных началах Хованского ЮМ на моё имя начали поступать обращения от пользователей соцсетей. Вот в данном расследовании, бла-бла-бла, рассказывается деталь о преступлении, состав которых предусмотрен статьёй 113 и 119 КРФ. Опубликованный материал вызвал огромный резонанс, всё такое. На основании очень сложного прошу вас распорядиться в кратчайшие сроки провести проверку и принять меры. Ответа пока ещё нету. Должен быть в течение нескольких недель. Сейчас из-за ковида вообще когда угодно может быть ответ. То есть некоторые мы ждали больше месяца, типа просто говорили, графики сместились, непонятно когда будет. Ну, такая хуйня по всей стране. Дальше. Колокольцеву. На моё имя поступило обращение от жительницы Воронежской области о русской пансиональности, но являющейся гражданкой Узбекистана. Её, будучи ребёнком, увезли родители из Узбекистана в 93-м году, однако гражданство РФ так и не удается оформить. В настоящий момент ей 23 года. Для того, чтобы оформить гражданство, у неё требует либо паспорт иностранного гражданина, которого нет. Ну, в общем, очередная история с гражданством. То есть в прошлый раз у нас была гражданка Украины, теперь гражданка Узбекистана. К счастью, с такими вопросами помочь проще, чем со всеми остальными. Тут есть и неудачные, но по гражданству всё просто. Вот Министерство внутренних дел то-то, то-то рассмотрело, сообщаем, что такая-то, такая-то, такая-то уроженка гражданка Республики Узбекистан документирована национальным паспортом на сроком действия на 10 лет. Поставлено на миграционный учёт и, учитывая, что её мать является российской гражданкой и постоянно проживает на Российской Федерации, последняя сможет приобрести российское гражданство в упрощённом порядке после получения вида на жительство. Вызвали на приём по вопросам миграции по месту проживания, разъяснили порядок получения вида на жительство, всё ознакомили, сказали, какие документы принести. Я думаю, тут всё будет хорошо и вообще такие вещи должны без нас работать хорошо. Но если с нами, то тоже хорошо, потому что всё хорошо, что хорошо и всё хуёво, что хуёво. Далее, начальник УГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области Плугину РЮ. Я как с этими листочками, как Жванецкий. Через моего помощника на общественных началах Хован... ладно, серьёзно. Хованского Юрия Михайловича поступило обращение от такого-то, такого-то. В своём обращении он сообщает о том, что стал жертвой мошенников, завладевших денежными средствами своего банковского счёта. Сообщающий написал электронное обращение, но никаких проверок не проводил, а с уведомлений не присылалось. Сдали на трёх листах историю о том, как гражданина наебали на 60 тысяч рублей. Мошенники — это достаточно популярная тема сейчас, особенно вот эти всякие, которые представляются службой безопасности банка. И я бы на вашем месте, чтобы потом такие запросы не писать, поговорил бы со всеми своими родственниками, объяснил им, что такое подмена номера на телефоне. И почему не стоит иногда просто брать трубку, блядь, когда звонят зэки, блядь, с хаты, блядь, чтобы ваши деньги выбивать. Далее, вот ответ. Уважаемый Василий Максимович, главным управлением, бла-бла-бла, рассмотрено ваше письмо. По результатам рассмотрения сообщаем, что обращение такого-то, такого-то, через электронную приёмную, присвоен код обращения о хищении принадлежавшему 60 тысяч рублей, зарегистрировали в 54-м отделе полиции, в книге учёта заявлений. В результате проведённой проверки с Сынским управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159. О принятом решении такой-то, такой-то уведомлен, установлено в законодательстве Российской Федерации порядки. И ещё второй лист, который вообще ни к чему, но тут написано, что «Совершение мошеннических действий с использованием банковских карт в настоящее время приобрело масштабный характер, в связи с чем ГУМВД России уделяется особое внимание раскрытию и расследованию данной категории преступлений». Ну, может хотя бы, блядь, благодаря особому вниманию кого-то найдут, да деньги вернут, но в целом вы же понимаете, что это всё может, ну банально с Украины могут звонить, да? И вот даже если найти, прямо пользуясь какими-то совковыми коммутаторами, проследить до самого телефона, то что делать-то потом, да? То есть телефонное мошенничество – это такая хуйня, что, ну, деньги вернуть получится только в очень каких-то ограниченных случаях, и то это будут какие-нибудь деньги, ну, банка или какого-то страхового фонда на этот случай. То есть ваши деньги уже, наверное, куда-то, блядь, в этот момент утекают. Поэтому будьте внимательны, не ведитесь, нахуй, никаких, блядь, кодов по телефону никому, блядь, не называйте, не вступайте с ними, не клюйте на их наживку, короче, потому что, пиздец, попадёте потом в базы лохов, будут, блядь, до конца дней ваших звонить, пытаться развести. Самые разные, блядь, люди. Далее! Директору Федеральной службы исполнения наказаний. На моё имя поступило обращение от жильцов дома по адресу город Пермь, улица Стакайт, который находится в ведомстве СИЗО номер один. По их словам, дом в аварийном состоянии, те деньги, выделенные на ремонт, расходуются нецелесообразно. Прошу вас принять меры по недопущению возможной угрозы жизни и здоровью граждан. Здесь идёт длиннющее описание здания, и написано, что вот. По результатам проведённого общего осмотра установлено, что здание находится в технически удовлетворительном состоянии. То есть, вот, написано, содержание, ремонт здания осуществляет защиту средств, поступающих от квартиросъёмщиков, всё такое. Произведены работы на лестничных клетках по ремонту отделки площадок. То есть, дом разваливается, чуваки пишут аварийный, но зато проведён ремонт лестничной клетки, площадки. Вот. Ну, также тут проводку поменяли, и пластиковые окна, и металлические двери, что, в принципе, неплохо. Очень плохо, что нету у меня каких-то фотографий дома, чтобы показать вам, ничего не прислали. Непонятно, в каком он на самом деле находится состоянии. То есть, так ли там всё плохо, или действительно, ну, поставили какие-то окна пластиковые. Хрен его знает. Если что, заявитель может нам ещё раз написать, так сказать, приложив все необходимые пруфы. Так. Дальше. Через моего помощника на общественных началах, Хованского, ну, это я, поступило обращение от такого-то по вопросу ремонта дороги на улице Фрунзе. Автомобильная дорога фактически уничтожена, превращена в сплошное бездорожье, предоставляет опасность для участников дорожного движения, не соответствует ГОСТу. Обращение в различные инстанции не дали никакого результата. Такое-то на протяжении долгого времени получает лишь формальные и бессодержательные отписки. А вот тут приложение 7 листов. Поэтому, как я понимаю, чувакам не удалось отмазаться и пишут. Данный вопрос включён в реестр заявок на 2021 год и будет рассмотрен в 2021-2022 году при выделении доп. финансирования. А пока в целях улучшения проезда по улице Фрунзе проведён ямочный ремонт. Горячим асфальтом, блядь, участка дороги. В общем, ну хоть что-то. Типа горячий асфальт это лучше, чем вообще ничего. А рассматривать будут в 2021-2022 году. Ну то есть понятно, да. В 2022 если рассмотрят, то в 2023 начнут строить. Может к 2025 там будет пиздатая дорога. Пока горячий асфальт. Но, блядь, вот ЛДПР не правящая партия, поэтому только горячим асфальтом. Не наголосовали вы в марте 2018 года на Жириновского. Поэтому пока, ребята, горячий асфальт. Дальше. Уважаемый Игорь Викторович, это генпрокурор. Через моего помощника на общественных началах Хованского Юрия Михайловича я поступил обращение от такого-то такого в связи с неоднократными безрезультативными обращениями в различные инстанции по вопросу незаконной игровой деятельности в городе Новоуральске. Это обращение я помню. А там чувак пытается заставить правоохранительные органы заняться чуваками, которые держали то ли в 90-е, то ли чуть попозже, может быть, там казино. И у него это не выходит. И не вышло и с нашей помощью. То есть здесь пришла отписка на тему того, что все проводилось. Действительно выяснили. Действительно было казино. Проверили. Сейчас там казино нет. А то, что было казино, так это срок давности истёк. Вот тут написано. Сейчас прямо найду. Вот. Указанное процессуальное решение является законным и обоснованным. Что вот тут... Вот где? Вот. По выявленным нарушениям разумного срока уголовного судопроизводства. То есть... Ну, как бы это грустно не было. Или весело, наоборот, для кого-то. Все, кто, получается, держал казино, те просто уже, ну, как бы, можно об этом, наверное, спокойно говорить. Потому что разумный срок уголовной ответственности за это истёк. Я, к сожалению, сам не юрист. Я нихуя не понимаю, насколько вообще подобная отписка, как бы, ну, законна, актуальна. Но получается, что всё. Никакого спроса с владельцев подпольных казино нет. И ничем помочь мы обеспокоенному гражданину не можем. Сейчас туда сходили, там вроде нет казино. Но, опять-таки, есть вариант, что кто-то предупредил из местных локальных продажных копов казиношников. И они всё просто оттуда к хуям убрали перед проверкой. Но, в целом, блядь, я, конечно, хуею с того, что, типа, ну, был там казино и был действительно. Ну и что? Такие времена были, блядь. Причём это уже после запрета казино имеется в виду. Это не когда ещё Сергей Симонов в Титанике фишки, блядь, ёпта, воровал. Это, блядь, уже после запрета. И как бы похуй. Надо было мне открывать, наверное, в то время подпольное казино. Сейчас бы поднялся. Дальше. Через моего помощника на общественных начале Хованского я поступил обращение от студентов. О, это интересно. Это тоже, по сути, нихуя у нас не получилось. Но этот запрос и ответ на него многое говорит о том, как вообще работает, блядь, образование в вузах у нас. Вот тут, короче, студентам сказали, что платить не надо из-за коронавируса за всю общагу, блядь. Типа они начали, блядь, возвращаться. Им сказали, платите за простой. Они такие, мы не будем платить за простой, дайте вещи. И, по словам студентов, сейчас им не разрешают забрать даже документы. Пока, типа, не заплатят за простой. Здесь нам прислали очень много листов, я часть выкинул. Во-первых, прислали правила этого общежития. А, нет, я не выкинул даже, вот они. Вот. Правила, что все по правилам. Какой-то прислали писульку, что постановление лично там ректора или кого-то, что как это все, что он подписал, что это все правила утверждены. А по факту написано, что по, блядь, законам нахуй, федеральным законам, первая статья 28 федерального закона 27 декабря 2012 года Российской Федерации, образовательная организация обладает автономией, под которой, понимаете, самостоятельность в осуществлении образовательной, научно-административной, финансово-экономической деятельности, разработки и приятия локальных нормативных актов и так далее. Поэтому вся эта хуйня относится к полномочиям самой образовательной организации. И вместо того, чтобы приехать и проверить, разобраться, они ничего лучше не нашли, чем направили, блядь, этот запрос вот в ту самую академию, блядь, где учатся студенты. На что им совершенно логично написали, что мы вообще нихуя не удерживали никому, все документы, блядь, отдаем на раз-два, вообще у нас все хорошо и все написано в наших правилах. То есть, по сути, получается, что каждый вуз, нахуй, сам себе начальник. Вот абсолютно, блядь. Отсюда и все эти деньги огромные, и власть, блядь, беспредельная, блядь. У меня в моем вузе ректора застрелили, блядь, пока я учился. Я ебал. Чуваки, типа, это просто как маленькое свое государство. То есть, даже ничего сделать нельзя. Министерство образования даже не может прийти и посмотреть, что там с этими общагами, что этими. Они могут только прислать королю вуза запрос, и король вуза сам решит, что ответить. Так, естественно, у них там все, типа, пишут, никогда мы ни у кого ничего не удерживали, у нас все хорошо, и денег с них никто за это простой, пустой не брал, и вообще они все придумали. Ну, то есть, блядь, такая история. И это получается, что вряд ли это единственный вуз такой. Значит, они все работают по примерно похожему принципу. То есть, любой, блядь, хозяйственник вуза, он вообще король на своей территории. Он творит нахуй, что хочет, и нет ему, блядь, на него никакого права. Получается, что так, ебать, федеральный закон от 2012 года. Охуеть! Но не все так плохо. Вот здесь обращение. На моем поступил обращение от жителей Перми, бла-бла-бла, множественные нарушения природоохранного законодательства и норм по обращению с ТБО. Короче, на участке устроили, блядь, свалку. А у нас сейчас тема свалок предельно актуальна. Пусть не такую большую свалку, как в Шиесе, но все-таки свалку. И в результате, вот ответ. Уважаемый Василий Максимович, так и так, инспекция по экологии, все такое, мы вообще обеспокоились. Должностными лицами проведен плановый рейдовый осмотр указанной территории. В ходе обследования с западной стороны земельного участка с кадастровым номером, таким-то, таким-то, расположенным по адресу таком-то, таком-то, влагу выявлено небольшое скопление отходов производства и потребления, да. А вот разлива нефтяного написано, о котором было заявлено, разлива нефтепродуктов не выявлено. Ну, окей, ну, типа, нашли эту свалку, короче, и, вот, отправили, направлено в администрацию Свердловского для рассмотрения организации мероприятий по уборке отходов производства и потребления расположенных с западной стороны земельного участка с кадастровым номером. То есть, свалку они классифицировали как какую-то небольшую, но дай бог уберут хотя бы, то есть, блядь, и на том спасибо. Но вообще, типа, незначительное скопление, это, конечно, по-нашему, типа. У меня свалка на моей территории, да вы что такое говорите, товарищ депутат, у меня незначительное скопление мусора. Незначительное скопление мусора, это вот у меня, блядь, в комнате, нахуй, незначительное скопление мусора. А свалка, это, блядь, свалка. Свалки должны быть в положенных местах. Далее. Через моего помощника на общественных началах Хованского, это я, мне поступило обращение от жителей железнодорожного района с жалобой на состояние футбольной площадки на пересечении такой-то, такой-то. На площадке не только отсутствует освещение, но и футбольные ворота. Тоже интересная история. Футбольная площадка без ворот, блядь, и ни столбов, нахуй, ни деревьев, то есть, ну, дети должны, наверное, как-то визуально очерчивать, блядь, ворота в своем воображении, нахуй. И вот ответ, что мы приехали, посмотрели, а вот, что муниципальная территория спортивного комплекса находится в удовлетворительном санитарном состоянии, посторонних металлических предметов не обнаружены. Это потому, что писали, что на площадке прутья металлические торчат, что создает угрозу маленьким детям. Сказали, прутьев мы не обнаружили, но по поводу отсутствующих ворот, что всплыло? Оказывается, там были ворота. Но, по сведениям, в августе 2020-го выполнен несанкционированный демонтаж футбольных ворот. В связи с тем, что указанный адрес находится на обслуживании МБУ США Гребный канал ДОН, в адрес баланса содержателя территории направлен письмо о необходимости восстановления оборудования. То бишь, кто-то просто спиздил ворота? Ебать! И кто вообще, кто додумался спирить детям ёбаные ворота на ёбаной, блять, площадке? И чисто, и куда он их делал? На чермет, блять, сдал? Или себе на дачу отвёз? Ебать! Ворота спиздить! Ну, у людей вообще нахуй ничего святого не осталось! Ворота, блять! И я уверен, там были не пиздатые ворота, а такие ржавые, вонючие ворота, от которых только столбняк можно было подцепить. И всё равно спиздили, блять! Кого хуй, верните ворота! Далее. Через моего помощника я... Мне поступило обращение от жителей... Кстати, они все через моего помощника, но почему-то второй помощник, который не Мэдисон, а первый помощник, почему-то не везде пишет. А надо писать везде, мне кажется. Это будет течить моё ЧСВ. Через моего помощника на общественных началах мне поступило обращение от жителей города Тольятти. В своём обращении он указывает на невозможность сдать кровь работающим людям, исходя из того, что в городе работает лишь один пум. Ну, это какой-то донор писал почётный. И у меня смутное ощущение, что вот этот донор, он и есть чувак, который заведует сдачей крови, потому что тут пришёл ответ, что у вас вообще информация содержит устаревший характер, потому что с марта 2020-го у нас и время приёмов расширили до 12.30, и ввели рабочую субботу специально для тех, кто не может по будням. И вообще всё цело работает по всем фронтам, принимает кровь, будем рады увидеть. Такое чувство, что они, друзья, с этим почётным донором решили, так сказать, пропиариться. Ну, хрен с ним. Главное, чтобы реально всё работало по этому. Да просто очень странно, специфический такой вопрос. И типа, когда приходит депутатский запрос там, а мы уже всё сделали, у нас всё давно уже работает вот так вот, посмотрите, вот у нас и рабочая суббота, и вообще мы замечательные. Ну, замечательные, раз так получается, что может просто в течение обстоятельств. Через моего помощника в необщественных началах мне поступило коллективное обращение от жителей нескольких домов, таких по вопросу о состоянии детской площадки. Их неоднократные обращения в различные инстанции не дали никакого результата. На протяжении долгого времени они получали лишь формальные отписки. Здесь пишут, что вот так и так посмотрели, и решением общественной комиссии дворовая территория включена нами в программу номер 46. Что звучит очень круто. По реконструкции, обновлению, и вроде как и победа. Типа, включили же в реестр. Но в 2020 году выполнены работы по благоустройству территорий под номерами 12-16. То есть это получается 12-е, 13-е, 14-е, 15-е и 16-е. Где-то 5 номеров в год. И программа номер 40, блядь, 6. Не нужно быть выдающимся математиком, чтобы понять, что эту детскую площадку они увидят не скоро. Но вообще тут написан вроде максимальный срок реализации программы 2025 год. Поэтому, может быть, и не так плохо все. Ну, вот, ну, блядь, площадка в 2025 году это лучше, чем вообще никакой нахуй площадки. Что я могу сказать? Хотя, конечно, неприятно, что. Реально посмотрели, такие, да, тут надо, блядь, все переделывать. Но это у нас будет номер 46. А мы сейчас делаем, типа, номер, блядь, 12, нахуй. Ну, ребят, надо как-то это, блядь, побыстрее. Думаю, средства уже выделены, так сказать, освоены даже в какой-то мере. Так что надо хотя бы площадку-то, блядь, построить. Далее. Через моего помощника на общественных началах на моем поступило обращение от жителя дома. Своим заявлением сообщает, это самый интересный запрос, мой любимый. Я вот за этого мужика переживал больше всех. Это вам история о том, как в России делается все хорошее, через какое нахуй место. Я даже помню этот запрос. Короче, у нас по программе помощи слепым, слабовидящим людям ставят светофоры. Вот эти вот, которые со звуковым сигналом. Светофоры у нас делать не умеют. Спойлер у нас нихуя не умеют делать. И их закупают. Они бывают, светофоры для разных улиц. Ну, типа, где для Уолл-Стрит светофоры, а где для тихой какой-то улицы. Но наши люди, они когда закупают, они особо не смотрят. Поэтому они в заботе о слепых людях воткнули светофор прямо нахуй на пересечении вот улиц, где, типа, жилой дом, и прямо у окна вот этого чувака. И этот светофор, чтобы вы знали, работает круглосуточно. Чтобы слепые могли круглосуточно переходить дорогу. И у чувака начала крыша ехать от того, что он живет, блядь, ёпта, в мире, где постоянно звучит звуковой сигнал. Днем, ночью, блядь. Я думал, типа, не дай бог, типа, блядь, скажут, что так и должно быть. Но вот тут как раз вот эта хуйня и пришла. Что все проводилось взамен в рамках федеральной целевой программы. И поставленное оборудование не предусматривает регулирование уровня звукового давления производителем, короче. Ну, типа, блядь, звуковой сигнал фиксированной частоты настроен заводом-изготовителем. В итоге, слава тебе, господи, специалистами, обслуживающие светофоры организации, выполнена работа по установке дублирующего звукового сигнала и с отключением основного. И проведена регулировка звукового уровня звукового сигнала перехода до минимально допустимой величины. То есть, такой вот веселый, блядь, запрос. Краткая история с жизнью в России. Ты, блядь, высоко, у тебя в окне. Это как скетч, понимаете? Просто реально, блядь, что-то чувак просто сходит с ума из-за того, что ему воткнули светофор для слепых прямо за окном. И он сидит, смотрит на него, смотрит целый день. Страшно представить, чем бы это закончилось, если бы в итоге вы всю эту хуйню не починили, блядь. Потому что это прям, ну, ёбаный в рот. Начало для такого ужастика, как чувака просто доводят, блядь. Ну, вот, главное выполнить федеральную программу, видите, что воткнули. А кто там померить звук, кого беспокоит, всем похуй, блядь. Только потом. Хорошо ещё опомнились и поменяли всё к чертовой матери. Далее. Тоже сложная ситуация. Здесь обращение из Алтайского края от врачей, которые с детьми работали. И сейчас вот, несмотря на то, что вроде как врачи сейчас пиздец как нужны, здесь в итоге люди попали под сокращение. И, к сожалению, пришла такая приторная, даже не знаю, как сказать, не приторная. Короче, проанализировали, я не знаю, что такое, низкая работа койки. Но вот, типа, это заведение показало низкую работу койки, поэтому его присовокупили к другому. А это специализированный центр, там травматология и ортопедия. И поэтому вот там нужны только врачи-травматологи. Все врачи-травматологи трудоустроены по профилю деятельности, а все остальные, как я полагаю, не нужны. Вот и все. Вот такая история, что работаешь ты, работаешь, оказывается, показываешь ты низкую работу койки, и вообще ты не нужен, вот, если ты не травматолог. Травматологов берут в какую-то новую больницу, которая всем этим заведует, а ты отправляешься искать работу. Либо предлагают, ну, какие-то унизительные вакансии, типа уборщика, врачам, типа, предлагают уборщикам полы мыть. Ну, это просто пиздец, но ведь тут ничего не сделать. Типа, блядь, вот как работают сокращения. Не дай бог вас или ваших родителей такое постигнет. Просто, блядь, сидел человек, сидел, а кто-то сверху решил, что низкая работа койки, и мы давайте присовокупим это к тем, у кого вот высокое, пускай они и работают. Вот этих вот взять, а этих нахуй. Ну, это, конечно, не по-человечески, но на законных основаниях, поэтому тут могу только с моральной точки зрения, так сказать, осудить. Через моего помощника на общественных началах мне вступило обращение от жителей города Королёв. По их словам, неоднократно были замечены нарушения со стороны водителей дом-трансавто на маршруте. А, это, короче, маршрут, где чуваки постоянно, водители автобусов, говорили, что сломано бесконтактное устройство и требовали оплату налички, чтобы все в карман брать. И в итоге из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области пришёл ответ, что действительно в сентябре текущего года были сбои. И вроде как я такой, ну, наверное, всё хорошо. На самом деле никто не воровал, были сбои. НО! Тут написано, что проведены необходимые работы для устранения сбоев. Всё, сбоев больше не будет. Однако, контрольное мероприятие на маршруте выявило водителей такой-то, такой-то, ну, я фамилии не буду называть, назовём их Васян и Петян, блядь. Так вот, оказалось, что Васян и Петян действительно, несмотря на то, что, блядь, были сбои, всё-таки левачили. Все привлечены к административной ответственности. Работа по мониторингу маршрута номер 392 продолжается. То есть, это у нас такой, знаете, мини-детектив, когда вроде всё и проверили, и действительно был сбой, и сбой должны устранить. Вроде всё, можно писать, всё хорошо. А давайте хрен с ним проверим. А давайте, давайте поедем. Нам же сказали, сбои устранены. Давайте прокатимся, и они едут, и в натуре Васян, блядь, такой не работает. Давайте наличка, сука. Насколько же это тоже по-русски, блядь. Казалось бы, всё, если бы ты до сих пор не левачил, просто бы ушёл от ответственности. Списали бы на то, что действительно был сбой. Нет, уже сбой починили, а чувак до сих пор, блядь, чуваки. Эх, какие ребята, однако, блядь. Мы такое не одобряем. Ну, тут у нас пошли, как сказать-то, звёздные запросы. В первую очередь запрос проверить обстоятельства смерти Тисака. Это первое. Первый ответ, после которого мы вроде как обнадёжились, потому что здесь написано, что вышлют специальную бригаду, следственный комитет, всё проверят. Первый отдел какой-то. Но в итоге, вот ответ этого первого отдела. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления приехали. И фактов доведения Марцинкевича МС до самоубийства, совершения в отношении его иных противоправных действий, не установлено. То есть, вот эти все... Не знаю, что они там смотрели, но эти картинки, эти фото, то есть, то, что было, записку, которую извлекли, которую спрятал Тисак у себя в каком-то полимере или в чём-то закатал, это всё, видимо, просто как-то проигнорировано, блядь. И что с этим делать, тоже непонятно. Ну, это лишний повод задуматься об обстоятельствах смерти Максима, потому что, видимо, задуматься – это всё, чем мы можем как бы помочь. Ну, вот такая ситуация. Но я хотя бы попытался. Типа... Не знаю. Не знаю, чем ещё помочь. Далее. На моё имя начали поступать обращения от пользователей социальных сетей, в которых сообщается о противоправных действиях стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом ML-строй. Ну, тут всё понятно. Тут Бурим успел раньше, так сказать, уже загреметь, чем даже этот запрос дошёл в кои-то веки, правоохранительные органы сработали оперативно, поэтому вот 22 октября уже дознавателям возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 116 по бою. Дело возбуждено, дальше этим занимается следствие, судебная система. Мы свою работу сделали. Это интереснее, конечно. Это тоже гайд, наверное, по тому, как вы можете совершать преступления на видео и выкладывать их потом на YouTube, и вам ничего не будет. Запрос по Эдварду Биллу, где он снимает номера по пути из Петербурга в Москву, отстёгивает, блядь, что вообще, пиздец, как запрещено, и Гусейна Гассанова за это лишили прав. Я уж не знаю, это конкретно связи Эдварда Билла, или у нас всем так можно, но вот тут ответ на три абзаца, которые вкратце можно перескать, что определить наличие факта совершения на территории города Москвы этого правонарушения не представляется возможным. То есть, как это работает? Что у нас, для того, чтобы лишить прав, нужен какой-то регион, какое-то управление, да? Эдвард Билл на видео, блоге, где он едет, из Петербурга в Москву, где-то посреди пути, перестёгивает свои номера, и этого есть видео, оно лежит в интернете, они это смотрят, и они говорят, на вот этом моменте, где Эдвард снимает номера, невозможно установить, где он находится, поэтому невозможно его за это наказать. То есть, он может быть не в России на этой записи, в блоге, как он едет, блядь, из Петербурга в Москву, он где-то по дороге, в тот момент, когда он совершал правонарушение, он потерялся, он попал в ВАРП, в Эматериум, его не было ни в этой стране, ни в этом мире. Там он совершил правонарушение, которое зафиксировано на видео, и после этого он вернулся в наш мир, продолжил движение по подведомственным дорогам. То есть, конкретно, вот люди, которые, блядь, писали этот запрос, вы чё, охуели, что ли? Ну, ебать, ну это же, это же просто бред! Это происходит, вот, вот он в Петербурге, вот они едут в Москву, вот он в Москве, вот тут вот, блядь, он перестегивает номера. Невозможно определить наличие факта совершения на территории города Москва. Невозможно! Это какая угодно дорога на свете, это где угодно, но только не у нас, мы этим заниматься не будем. Ну, лишний повод точно задуматься о том, кого покрывает Амиран и друзья Амирана. Ну, это просто бред какой-то. То есть, если я не знаю, я иду-иду по улицам Питера, потом пижу человека на видео, там, бомжа, я не знаю, блядь, иду дальше. Невозможно установить, что я бью бомжа в Петербурге. То есть, в моменте избиения бомжа видно только мою ногу и его лицо. Это может происходить хоть на Марсе, блядь. Поэтому, а потом я иду, это можно и смонтировать так. А-а-а, блядь, потрясающе нахуй, охуеть. Даже слова перемещались в голове, насколько просто, блядь, невозможно установить на какой территории. Ну, пиздец, так и живем нахуй. Ну и начались запросы сначала, я их вниз, очевидно, подкладывал. На этом, я так полагаю, все. Напоминаю, что есть почта для запросов депутатских, так сказать. Только, пожалуйста, пожалуйста, не пишите шизовые запросы. Потому что было очень много и нормальных запросов, но очень много какого-то шизофренического бреда. Писала женщина целых несколько писем, там прям история ее жизни. Про мужа, у нее муж по национальности подлец и негодяй, по паспорту такой-то, такой-то. На деньги ее разводил, уехал от нее, женился на какой-то шмаре. И я сижу, читаю, я такой, а что она хочет, чтобы я ему нашел, ноги переломал или что-чего? И в конце вот всех этих телег она пишет, что она не хочет, чтобы мы его посадили. А она хочет, чтобы мы его нашли, и она с ним поговорила. Ну, типа, блядь, это уже, ребята, с передачей «Жди меня», блядь, типа. Есть и совсем дикий запрос. Общество Российской Геральдики прислало запрос, что нужно срочно герб менять, выделите нам несколько миллионов. В письме дохуя опечаток просто, ну, на бланке, ну, типа, как будто школьнику отца украл бланк и напечатал на нем. Я даже передавать не стал, потому что мне кажется, что, ну, наше государство обойдется и без лишних пяти миллионов, блядь, или сколько там затрат на новый герб. Без обид, общество любителей Геральдики, Геральдику я уважаю, интересное увлечение, так сказать, изучайте, вот, гербы всякие, денег нет, это еще и, блядь, денег давайте, давайте, ребята, без денег. И еще интересный запрос. Писали экологи, говорили о том, что нужен весь транспорт менять на троллейбусный, типа, чтобы как в Сан-Франциско было, он самый экологичный. Но я тут тоже не стал Василию Максимовичу беспокоить, потому что, ну, это будет самая крупная, блядь, реформа транспорта в истории России, и такого, такое только если сам Путин подпишет. То есть, блядь, это даже непонятно, куда направлять. Нет ни одного какого-то органа, который мог бы даже рассмотреть такое предложение, поменять весь транспорт на троллейбусный, это будет, у нас на это потребует секстиллион рублей, блядь, и менять будут, блядь. Тысячу лет будут заменять этот транспорт, переоборудовать, поэтому не уверен, что из этого что-то хорошее получится, но просто знайте, что экологи говорят, что надо все менять на ебаный, блядь, троллейбусный транспорт. Когда мы, блядь, загнемся в смоге, и дырка будет в озоновом слое, вы вспомните, что экологи предупреждали, и я предупреждал. Ну или когда Эдвард Билл какого-нибудь работягу, нахуй, собьет, и тоже будет, как у Ефремова, нет же камер, как именно Эдвард Билл. Невозможно установить, блядь, что это Эдвард Билл был за рулем. Ну короче, полный пиздец, но мы как-то держимся. Поэтому, друзья, если вы считаете, что я заслужил ваш лайк, я буду рад. Лайку, подписки, колокольчику обязательно под каналом. Если нет, то, ну, на нет и сюда нет. Если у вас есть какие-то вот не молитвы, а именно запросы по факту, например, кто-то ворота спиздил у вас во дворе, то обязательно пишите на почту, попробуем рассмотреть, всем помочь. Только, пожалуйста, пишите, сразу прикладывайте все, потому что, блядь, меня немагия просила помочь Тритону, или как этого чувака зовут, блядь, типа, что он тоже направил запрос, блядь. Мне, когда юристам надо сдавать, я открываю, там, типа, привет, Юра, мне отжали бизнес, типа, если интересуют подробности, блядь, напиши мне, или что-то позвони. Я такой, ебать, это тебе или мне нахуй надо? Если интересно, блядь, свяжитесь со мной сразу, все-все-все необходимое, блядь, прикладывайте. Это у вас, так сказать, повышается вероятность того, что получится обкашивать ваш вопросик по-нормальному. На сегодня все, с вами был Юрий Хованский, всего вам доброго и до новых встреч.